Всем привет! Добро пожаловать на канал Диана Лёша Лайф, и так как почти практически все мы сейчас на домашнем, я решилась найти видео по-домашнему, сижу на полу, потому что мне здесь удобнее всего, и как-то я себя так свободнее, уютнее чувствую. Сегодня у нас долгожданный, потому что многие действительно ждали этот обзор снюшит, потому что уже видели некоторые вещи и в инстаграм, и во влогах, и многим они понравились, заинтересовали их, поэтому сегодня я все вам покажу, оставлю ссылки на товары в описании, и там же в скобочках я напишу те размеры, которые заказывала я, чтобы вы могли как-то ориентироваться, и если где-то что-то нужно объяснить, я какие-то пометочки сделаю. Начну с самого первого, это костюмчик, в котором я сейчас сижу и снимаю это видео для вас. Он действительно многим понравился, мне очень многие спрашивали за него, и я все говорила, что вот когда выйдет обзор, я дам ссылку. Он состоит из пилотов и такой удлиненной немножечко кофты, мне очень нравится ткань, она плотная, она качественная, я опять же повторюсь, я не сильно разбираюсь в тканях, поэтому кому сильно интересен состав, есть ссылки в описании, там все написано подробно. Он классный, потому что он универсальный, практичный, комфортный, очень стильный, в то же время он женственный, несмотря на то, что он такой более-менее объемный. За счет того, как раз, что он объемный, в нем очень удобно и комфортно находиться, идеальный костюм для прогулок, для каких-то деловых встреч, для работы в офисе, я считаю, тоже классный костюм. Пойти в кино, пойти в кафе, даже на какое-то мероприятие, у меня костюмов толком никогда никаких не было, это мой первый костюм подобного плана, ну не считая какого-то спортивного, да, я им очень довольна, поэтому костюмчик рекомендую 100%, но он уже у меня стирался не единожды, с ним вообще ничего не случилось, ткань не теряет форму, рукава не растягиваются, идеальный, вот действительно крутой, и с ним можно собирать очень интересные образы. Следующее, это вот такие искусственные пионы, я хотела искусственные цветы себе в дом, но именно на кухню, потому что у меня там есть ваза снюшик тоже, кстати, ищите ее в других обзорах, мне вот прям напрашивались пионы какие-то красивые, яркие, я когда увидела эти, я поняла, что именно они прекрасно дополняют кухню. Естественно, я еще хочу доработать ее, потому что мне не сильно нравятся некоторые мелочи, но пионы отлично вписались, вы уже видели, что у меня было миллион фотографий в инстаграм с этими пионами, они очень фотогеничные, очень красиво смотрятся, действительно дополняют как-то интерьер, поэтому я советую эти пионы заказать тем, кто тоже хочет какие-то искусственные цветы домой. Я ничего против искусственных цветов не имею, я считаю, что если они уместны, если они красиво выполнены и действительно дополняют какой-то уголок в вашей квартире, то они вполне себе могут быть у вас дома. Здесь одна ветка и на ней вот столько пионов, вот такие как маленькие какие-то веточки, не знаю, как это называется, тут что-то смахивает на фиалки, красивые цветы, поэтому я очень довольна. Так как ни одна весна не обходится без красивой сумочки, без новой желательно, то я также заказала себе сумку снюшик, вот такую вот, вроде как соломиную что ли, с очень красивым фисташковым ремешком. Фисташковый, оливковый, не знаю, он сейчас идеально вписался под мой маникюр, вот посмотрите, просто идеальное сочетание, один и тот же цвет. Значит, что есть в этой сумке? Она вот на такой кнопке, здесь одно большое отделение и небольшой карман для, например, ключей, денег, чего-то такого, он не застегивается. То есть больше здесь ничего нет. Но больше ничего здесь и не нужно, я считаю, она очень красивая, ближе к лету, чем к весне. На раннюю весну я бы, наверное, не стала такую сумку носить. Все, что связано с вот таким вот соломенным декором или имитацией соломы, для меня это сразу какие-то жаркие месяцы. Я пока еще ни разу ее не носила, но уже очень жду того момента, когда составлю с ней какой-то образ. Так как сейчас балетки вообще считаются не очень актуальной обувью, многие от них вообще отказываются. Но я люблю балетки, я считаю, все равно это интересным вариантом. Конечно же, сейчас лучше заказывать или покупать балетки с таким вот острым мысом, да, с треугольным или же с квадратным. Тогда это будет более-менее актуально, если вы вообще этим интересуетесь и вам это вообще нужно. Кому без разницы на все эти тренды и прочее, носите то, что вам нравится реально, не обращайте внимания. Вот такие вот бежевые красивые балетки я взяла 37 размер и не прогадала, потому что практически всегда размеры совпадают. Они пришли мне в мешочки, как почти любая пара обуви, которую я заказывала с этого сайта. Эти мешки я потом использую в каких-то других целях, они мне очень помогают. Здесь вот такой вот как декор. Балетки классные, они мне очень понравились, они замшевые, но я их где-то запачкала. Я их еще ни разу не надела, они пришли идеальные. Я их засунула в свой шкаф обувной и вот где-то там об что-то тиранула, об что-то так и непонятно. Я надеюсь, что это можно чем-то отмыть, можете мне посоветовать. Вот какие-то небольшие черные пятнышки. Следующее здесь у нас кожаные лосины. Я давно себе хотела, у меня есть длинные свитера, которые вот очень как-то мне прям просилось надеть под лосины, которых у меня не было. Поэтому заказала с Мюшей кожаные. Они классные, но они очень теплые, потому что здесь у них флис. Они на флисе, они очень толстые, они шаркие. Поэтому в теплую уже такую весну, именно конкретно теплую, да, вот с апреля, будет жарковато в ней ходить. А вот мант прекрасно, прекрасно. Ноги вообще не мерзнут. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что они здесь продеваются через ногу. Возможно, кому-то это понравится, но для меня это как-то немножко странно. Ну и создается визуальное такое восприятие, что человек в черных носках. А я люблю, когда у меня другие носки или щиколотки открытые. Но смотрится здорово для тех, кто любит что-то такое кожаное, лосиное. Обратите внимание, хорошо тянутся они здесь, как на резинке, не передавливают особый живот, что тоже неприятно. Здесь есть карманы спереди. Я вообще пижамаман. Я бы была очень рада, если бы у меня их было много. Но, к сожалению, это не так. Но я решила все-таки заказать пижаму со штанами, потому что моя какая-то прошлая, она как-то испортилась. Я, по-моему, ее выкинула, и у меня давным-давно не было. Это что-то наподобие Виктория Сикрет, но вообще не Виктория Сикрет. Короче, у них такие пижамы действительно классные. Здесь а-ля шелковые такие штаны. Свет какой-то латы, что ли. Я даже не могу толком его как-то. Какой-то кремово, с розовинкой, не знаю. Пижама классная. Еще в первый день, когда она мне пришла, я ее нацепила на себя, сделала фотографии. Она действительно очень удобная. Очень удобная и прикольная. Она даже Леше нравится. Вот, что удивительно. Вот такая к ней пришла, как рубашечка. То есть, тут все достигается на пуговице. И есть даже такой карманчик. Там по ссылке вы можете открыть и увидите, что их там несколько разных вариантов. И вам еще в предложке будут выдаваться различные пижамы. Их там очень много. И я заказала такую, потому что, повторюсь, я уже говорила это во влоге, не было многих размеров и расцветок, которые мне тоже приглянулись. Но это мне нравится, потому что она такая выдержанная, нераздражающая. И я люблю комфортные пижамы все-таки. Ты чувствуешь себя как-то свободно. Ой, с этим вообще, конечно, прикол получился. Пришло мне действительно красивое платье на запах. Мы с Ношей ломали голову, как его связать никак не получалось, потому что оно как-то расходилось. В итоге только потом, когда мне пришел с магазина Вероники Шулькевич тренировочный костюм с болеро, который тоже на запах завязывается, я поняла, что здесь тоже должна быть дырка. И вот я ее нашла. Вот это отверстие, в которое просовывается канантик, и сзади все завязывается или сбоку. И платье не развязывается. То есть, не создается реальное впечатление халата, который ты просто завязал. Платье очень красивое, актуальный горох. Мне кажется, подойдет практически на любой рост и любой девушке. И цвет красивый кофейный. Жестное платье, летящее, красивое. Оно и на весну, и на лето подойдет. Предпоследний товар это две вот такие вот подвески, что ли. Они очень красиво смотрятся в тандеме. Это обычная бижутерия. Я давно себе что-то такого плана хотела, потому что такие вот подвесочки очень классно смотрятся. С рубашками, с такими платьями, сарафанами. Дополняют как-то образ. Да, это не золото, конечно, но все равно смотрятся очень мило и женственно. Знаете, вот с такими цепочками очень много всяких изображений девушек, каких-то летних на каких-то фестивалях, красивых инстаграм-фотографий. На нюшуках тоже достаточно много представлено. Главное не запутать, вот как я сейчас это сделала. Потому что когда-то я заказывала оттуда такую подвеску, и она мне так запуталась, что я ее не смогла распутать. Плюнула на нее и вообще даже не помню, где она у меня делась. Очень сильно путаются такие штуки, поэтому будьте осторожны. И последнее, то, что вызвало вообще какую-то неимоверную реакцию у людей, это пуховик. Бу, ты здоровенный оверсайз пуховик. Он такой и есть. Но дело в том, что я заказала размер M, а надо было, наверное, S. То есть мне бы подошел S. Он тоже был бы мешковатый, тоже был бы объемный, но все же чуть меньше. Этот на меня немного велик, немного. Но меня, в принципе, этот факт не смущал. Я несколько раз его надевала. Мне нравится, потому что я вообще спокойно к оверсайзу отношусь. Мне реально иногда вот хочется облачиться в огромные такие мешки и балахоны. Мне без разницы, в принципе, что там люди думают и говорят. Но сама куртка меня очень расстроила тем, что она пришла уже бракованная мне. Вот это был огромный минус. И поэтому все-таки я, наверное, не могу советовать брать эту куртку только на ваш страх и риск. Почему? Потому что, во-первых, она мне пришла без специального пояса, который я должен завязывать. Дело в том, что эта куртка на запах, так же, как и платье. Здесь нет никаких пуговиц или молний. Здесь есть две петлички, через которые продевался пояс, которого, опять же, нет в комплекте. Ну и затягивалось. Мне приходилось брать ткань, которая у меня была, и что-то там импровизировать. Не пришел пояс, и плюс у меня была порвота одна петличка, которую я как-то там непонятно как зашила. И вторая очень слабо держалась. Хотя сам по себе пуховик реально крутой. Он очень качественный, он теплый, он стильный. И я не понимаю, откуда такой брак, и как так вообще случилось. Как можно было мне положить, например, тот же ремень. Возможно, что-то там при перевозке случилось, в чем я очень сильно сомневаюсь. Поэтому, если вы, конечно, прям без ума от таких курток, и вам она реально очень понравилась, то рискните, закажите. Здесь тоже есть два кармана. Как бы все при ней, при этой куртке. Ну, как-то вот не повезло, короче. Вот такой, друзья, сегодня у нас был обзор. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. На самом деле, мне еще должны два товара дойти. Не знаю, дойдут ли они, потому что сейчас такая ситуация, с посылками тоже как-то долго они доходят. Тем более, что получаю я через Мистэкспресс. Обязательно я покажу, если что-то дойдет. Поэтому ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. Что интересует, заходите, смотрите по ссылочкам. И задавайте мне вопросы по поводу каких-то вещей, если что-то непонятно. Подписывайтесь на канал, не болейте и берегите себя. Все, всем пока-пока.